Включаем зажигание, проверяем коробку передач, чтобы было на нейтрале. Заводим. Включаем вентилятор охлаждения и включаем первую передачу. Сдымая пыль, пилот входит в поворот. Бездорожье лесной трассы добавляет сложностей. С каждым новым кругом растет мастерство, уверены изобретатели. А это уже залог успешного выступления на официальных состязаниях, о которых так грезят два орловских парня. Объединив силы, Максим Ставцев и Алексей Иванин собрали два гоночных кросс-карта, дабы оттачивать вышеупомянутые навыки пилотирования в автогонках. Нам очень один хороший наш человек, друг, посоветовал, что есть место, где можно достать вот такую раму. В общем-то, оттуда мы ее и взяли практически задешево. И начали потихоньку собирать у себя в гараже. Алексей вообще предлагал первую, я с мотоциклов перешел. И хотели что-то сделать, совместить мотоцикл с машиной. И как-то зародилась вот эта идея. На все про все умельцы потратили около трех месяцев. Кросс-карты или, как их по-другому называют, баги от обычных картов отличаются несколькими параметрами. Они выше, мощнее. Важная особенность – сваренный кузов, говорят орловские конструкторы. Кстати, кушают такие внедорожные болиды 92-й бензин. Вес 90 килограмм, то есть все по регламенту. Бак на 5 литров, ну где-то 5 литров на сотню мы и кушаем. Мотор стоит, японские чертежи, но сам мотор китайский – 167 фмм. Здесь стоит верхний вальный, там нижний вальный на желтом аппарате. То есть двигателя чуть-чуть отличаются. Они оба 250 кубов, 16 лошадиных сил, 17 крутящего момента ньютон-метров. Ребята признаются, баги машина сможет дать фору квадроциклу. В первую очередь по безопасности, так как сваренный жесткий каркас спасет гонщика от травм. Не уступает кросс-карте в проходимости на пересеченной местности. Это еще один плюс. Потому что в квадроцикле зависимая подвеска. Тут независимая. Тут просто один рычаг идет, тут два рычага совмещенные. И проходимость вырастает в разы? Да. Поскольку у нас стоят четырехточечные спортивные ремни, то есть вылететь из машины как бы уже очень трудно. Рама предусмотрена так, что можно ездить спокойно без шлема, то есть просто в защитных очках. И головой мы никак не ударимся, ни по одну часть машины. Даже если она перевернется? Даже если она перевернется. Но еще один момент. Мы пробовали их переворачивать на максимальной скорости. Они не переворачиваются. На трассе выжать с кросс-карта можно около 80 км в час. Заносы, объезды по внутреннему и внешнему радиусу. Этого с лихвой хватит, чтобы испытать все водительские навыки. Скорость, адреналин, занос на поворотах. Это только малая часть эмоций, которые можно получить на трассе благодаря карт-кроссу. Олновским ребятам за идею стоит отдать должное. Андрей Борисович, Андрей Деркачев, телеканал Первый областной.